Кто у кого ядерную дубинку украл, ВПК Отстрел верхнего бандажа при пуске ракеты 9М723К5, полигон Капустин и Яр, 22 августа 2011 года Фото, Вадим Савицкий, источник Россия и США обвиняют друг друга в нарушении договоров о разоружении На днях началось очередное обострение российско-американских дипломатических боев за соблюдение договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, РСМД Стороны обменялись упреками в нарушении его положений Лента.ру исследовала историю взаимных претензий Москвы и Вашингтона по договору РСМД Новый министр обороны США Эштон Картер, не успев вступить в должность, обрушился с критикой на российское руководство, заявив, что, если Россия не перестанет нарушать международные договоренности по разоружению, США будут вынуждены реагировать Набор мир, который мы рассматриваем у себя в Минобороны, может включать активные методы защиты от ударов крылатых ракет средней дальности с наземным стартом, построение инфраструктуры противодействия и компенсирующие развертывание ударных систем для защиты Соединенных Штатов или Союзных Сил, заявил Картер Перед нами очередное обвинение России в несоблюдении договора о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности РСМД Попробуем разобраться, в чем суть этого договора и почему Москва и Вашингтон уже не первый год наперебой обвиняют друг друга в его нарушении Поле боя – договор РСМД Во второй половине 1970-х годов в Европе разгорелась гонка ракетных вооружений средней дальности НАТО и ОВД принялись активно разворачивать ядерные боевые средства, предназначенные для войны в Европе Сейчас уже трудно сказать, кто первый начал, однако результат был налицо Советские евростратегические комплексы «Пионер» разворачивались параллельно с наращиванием американской группировки средней дальности, баллистических ракет и крылатых ракет «Тамагавк» наземного старта Ситуация приняла неприятный оборот Першенге с их подлетным временем 5-7 минут и высокоточные крылатые ракеты позволяли осуществить обезглавливающий удар по советским командным центрам в европейской части страны что полностью дезорганизовало бы управление В итоге после долгих вязких переговоров СССР в 1987 году пошел на взаимный нулевой вариант, предлагавшийся еще в 1981 Уничтожение и запрет новых разработок всех боевых средств опасной дальности Под запрет попали баллистические и крылатые ракеты наземного старта с дальностью от 500 до 5500 км США сокращали баллистические ракеты а также крылатые ракеты БГМ-109Г, наземные «Тамагавки» СССР, комплексы «Пионер», Р-12 и Р-14, старых знакомых Америки со времен Карибского кризиса, а также оперативно-тактические ракеты 9К-76МПС и 9К-714АК Заодно запрещалось и развертывание уже испытанных, но пока не поставленных на вооружение систем, баллистических ракет США и комплекса крылатых ракет РК-55 Рельеф, СССР Заключив договор и снизив военную напряженность в Европе, стороны передохнули и Принялись нарушать запреты Причем понять, кто первый начал, опять невозможно Ни «Пойман», ни «Искандер» В прицеле министра Картера оказался оперативно-тактический ракетный комплекс 9К-720 «Искандер-М» Разработка 1990-х годов, доведенная к концу 2000-х до готовности к серийному производству Комплекс оснащается двумя типами ракет Первый – аэробаллистические ракеты, управляемые на всей траектории полета, что делает их поведение непредсказуемым для тактических систем ПРО Дальность – 500 км, нижний порог договора РСМД Второй тип – крылатые ракеты Р-500, которые как раз и обратили на себя внимание американцев Официальная дальность ракеты – тоже 500 км С одной стороны, придраться невозможно, так как энергетика силовой установки неизвестна, а на дальность свыше заявленной ракеты явно не испытывалась, во всяком случае, в этой пусковой конфигурации С другой стороны, кадры запуска Р-500 Сискандера в сентябре 2014 года хорошо известны и ракету на них можно отлично разглядеть Сложные технические системы крайне редко растворяются в небыто и никогда не возникают оттуда по щелчку пальцев У всего есть предыстория Так вот, Р-500 по своей геометрии крайне похожа на линейку крылатых ракет 3М-10 «Гранат» и 3М-14 из состава комплекса «Калибр» А это стратегические изделия с дальностью до 2600 км, отечественные аналоги американских томогавков Повторимся, это ничего не доказывает, но подозрения вызывает К слову, комплексы РК-55 «Рельеф», уничтоженные по договору РСМД, как раз использовали одну из модификаций «Гранатов» С третьей стороны, производители комплекса «Клаб» экспортной версии «Калибра» предлагают береговую версию своего изделия с ракетами 3М-14Е Дальность до 300 км, согласно РКРТ, режиму контроля за ракетными технологиями То есть заявлено о физическом существовании крылатой ракеты, летающей на малую дистанцию Юридически поймать российскую сторону за руку невозможно, равно как можно понять и озабоченности американцев Мишень многостаночник, заодно попробуем понять озабоченность России Скажем, одна интересная история началась еще в середине 1990-х годов и продолжается до сих пор Американцы в тот момент вели разработки системы про театра военных действий И нуждались в натурных экспериментах по перехвату целей, то есть ракет средней дальности В результате на основе ступеней межконтинентальных баллистических ракет В США сделали и опробовали несколько ракет-мишеней для этих испытаний с дальностью 1100-1200 года километров МРТ-1, с дальностью 1100 километров и Лрулт, с дальностью 2000 километров Россия поинтересовалась, как эти работы соотносятся с договором РСМД США ответили, что данные изделия – не ракеты средней дальности и проходят по пункту 12 статьи 7. Договора, регламентирующему создание и применение ускорительных средств чья дальность формально попадает в запрещенный диапазон Данное объяснение нельзя признать удовлетворительным Скажем, одно из положений этого пункта прямо запрещает использовать ускорительные средства иным способом, нежели для испытания с их помощью полезной нагрузки, например, аппаратуры, выводимой в космос или верхние слои атмосферы Испытание же систем про посредством работы по таким ракетам договором РСМД не предусмотрено К тому же США проводили испытания ракет-мишеней и самих по себе, как носителей, что прямо запрещается договором Тут даже говорит ни о чем Перед нами разработка перспективных носителей средней дальности, которые в будущем легко могут получить боевое оснащение Причем разработка, халатно замаскированная с юридической точки зрения Более того, в проектах кроется масса вкусностей, в частности, система наведения ракет HERA Прямо повторяет систему наведения ракет средней дальности Pershing 2 Формально уничтоженных по договору РСМД А система эта крайне интересна Она построена на принципе наведения ракеты на конечном участке по портретам радарных карт местности Что позволяет добиваться исключительной точности Рубежи Родины Вот вам, как говорится, исполнение договора в букве По сути, заявили США относительно вопроса ракет-мишеней И ешьте его с кашей Ну хорошо, ответили в России и хитро прищурались В 2013 году тихий сон мирового сообщества разорвал сигнал тревоги Россия, как оказалось, испытала какую-то новую ракету, которая потенциально нарушает договор РСМД Да, объяснили в России, ракета есть, мы этого не отрицаем, но она межконтинентальная Видите испытания с Плесецка на Куру? Дальность какая? 5800 километров Вопросы есть? Хорошо, записывайте Она называется Рубеж, а для вас, в режиме международных договоров, РС-26 Опровергнуть эту фактуру США не сумели Они всего лишь заявили, что ракета явно с двойным дном Максимальная то дальность у нее действительно больше, чем пресловутые 5500 километров Вот с минимальной, на которой РС-26 может работать, все интереснее Американцы утверждают, что это 2000 километров В подтверждение чему приводятся запуски ракеты из капусти на яром направлении на полигон Просары-Шаган на Балхаши В сущности, Россию обвиняют в том, что она создала формально межконтинентальную ракету Которая может использоваться, главным образом, на дистанциях применения, характерных для ракет средней дальности Заметим, в отличие от истории с мишенями, в данном случае буква договора РСМД соблюдена в точности, без натяжек и расширительных трактовок Что из себя представляет рубеж, пока покрыта тайной Но, как мы уже говорили, ничто не возникает ниоткуда Главком РВСН Сергей Каракаев отметил, что автономная пусковая рубежа компактнее, чем у Ярса, 80 тонн против 120 Это уже ближе к массе самоходной пусковой комплекса средней дальности РСД-10 Пионер То есть ракета рубежа довольно легкая И вместе с тем американцы утверждают, что это не столько межконтинентальная система Сколько система средней дальности, которую натянули на глобус, чтобы она вышла за пределы лимитов РСМД Прогресс технологии твердого ракетного топлива не стоял на месте с 1980-х годов Когда СССР разрабатывал свои последние перспективные образцы систем средней дальности Как знать, не имеем ли мы в лице рубежа какую-нибудь форсированную по энергетике ракету Чьим непосредственным предшественником являются результаты остановленных после 1987 года опытно-конструкторских работ по наследникам пионеров Неплохо было бы, конечно, понять, в каком боевом оснащении ракета рубежа испытывалась на максимальную и, отдельно, на рабочую дистанции Но это уже следующий, и довольно закрытый, по понятным причинам, вопрос Вполне может оказаться, что на свою договорную, межконтинентальную, дистанцию ракета летает немного не в том виде, в котором ее технически можно применять на средней дальности Какие у вас интересные пусковые? На рубеже дело не закончилось Последний писк сезона, обвинения Москвы, выдвинутые инфраструктурой европейского компонента американской системы глобальной ПРО Инфраструктура эта, как внезапно выяснилось, тоже потенциально нарушает РСМД В Румынии развертываются огневые средства американской системы ПРО, это стандартные пусковые МК-41 для ракет Стандарт СМ-3 Поскольку данные ракеты должны использоваться как с кораблей, оснащенных системой Так из суши, достигнута унификация пусковой инфраструктуры Тут пришли русские и невинно поинтересовались, а вы из этой Что еще запускаете у себя на флоте? Ах, томогавки Так это же состав договора РСМД, стратегический КР наземного базирования Ну и что, что вы не собираетесь применять томогавки из этих пусковых? Собраться можно в любой момент, загрузить туда ракету, легко и быстро А полетит она куда? От российских то границ Насколько можно судить, это своеобразный симметричный ответ на обвинения американцев по Р-500 Попытка тонко намекнуть, что живущий в стеклянном доме не должен кидаться камнями Но, как ни крути, пусковые есть и возможность их применения не для целей ПРО, а для участия в превентивном обезглавливающем ударе КР сохраняется Горшки на ядерной кухне Обозрев весь этот паноптикум взаимных обвинений и отмазок, можно задать совершенно справедливый вопрос, а может, ну его, этот договор, который, похоже, никто соблюдать особо не собирается Зачем нужны попытки почесать левое ухо через правую коленку, сохраняя невозмутимое выражение лица? Для этого есть масса препятствий Во-первых, Россия в расторжении договора не заинтересована Возьмите карту и посмотрите, куда могут долететь ракеты с дальностью до 5500 километров из России А потом, откуда они могут влететь в российское пространство? Собственно, это и есть ответ СССР в свое время пошел на договор РСМД именно по причине серьезной угрозы со стороны першингов и крылатых ракет, развернутых в Европе Теперь, в условиях, когда НАТО придвинулось вплотную к границам России в Прибалтике, Польше и Румынии, выход из РСМД не выглядит здравой идеей Во-вторых, в расторжении договора не заинтересованы США Отношения между Брюсселем и Вашингтоном сложно назвать сердечной привязанностью Это хорошо видно в разнобое, которые обе стороны порождают в вопросе о санкциях против России И американцам отнюдь не нужны сложности с европейцами, которые опять, 30 лет спустя, могут ощутить на себе прицел российских ядерных систем средней дальности Не случайно этот тип оружия в 1970-е и 1980-е годы именовался евростратегическим В итоге получается фантасмагорическая ситуация, контролируемо нарушать...